О работе районных административных комиссий говорили на еженедельном совещании в мэрии Самары под руководством главы города Елены Лапушкиной. Эти органы собирают информацию о возможных административных нарушениях, таких как невыполнение обязанностей управляющей компанией, нарушение правил благоустройства и землепользования и другие. Если признаки нарушения подтверждаются, то материалы передают в прокуратуру для дальнейшего возбуждения дел и взыскания штрафов. Уборка территории. Здесь мы работаем совместно с прокуратурой. Никаких у нас вопросов не возникает. Силами управляющих микрорайонами мы составляем и фиксируем состав административного правонарушения, то есть фототаблицы и акт. Глава Самары поручила налаживать взаимодействие с надзорными органами, поскольку эффективная работа по взысканию штрафов поможет получить средства на реализацию различных полезных проектов. Инструмент для наведения порядка. В районах есть, что административные комиссии могут составлять протоколы. Не забывайте объект потребительского рынка, вывоз мусора, уборка территории, вскрытие, граффити и так далее. Вот по этим статьям, безусловно, надо как-то работу активизировать. Также на совещании обсудили и летнюю программу спортивных мероприятий. Традиционно в рамках акции «Самара в движении» площадки откроются на площади Куйбышева, на набережной, а также в парках и скверах. На площади Куйбышева будет две зоны. Для командных видов спорта с кольцами для стритбола и полем для мини-футбола. И для индивидуальных с тренажерами и скейт-парком. В парках Гагарина и Металлургов каждый будний день по вечерам фитнес-тренеры будут проводить открытые занятия. Из каждой локации есть сцена, на ней есть звук, есть площадка для занятий, для групповых занятий, выложена она резиновой плиткой. И в парке Гагарина у нас также установлен комплекс ГТО, на котором все жители города могут пройти тестирование, выполнить нормативы и получить знак отличия. Работать она будет по выходным. Такая же зона Самара в движении расположится и на набережной в районе Первомайского спуска, где к тому же будет организовано множество площадок для пляжных видов спорта, таких как волейбол, футбол, теннис и регби. Кроме того, будет реконструирована площадка у речного вокзала. Там появятся раздевалки и камеры хранения, а также зоны для занятий различными видами спорта. Открытие планируют в середине июля. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.